Привет, друзья! Это Денис Васильев и ProofMyConcept. Я сегодня наконец-то дождался Zoom H5, портативная звуковая студия, которую мы сегодня протестируем. Сегодня я хочу вам показать портативную студию Zoom H5. Я долго искал этот рекордер по сносной цене, пока не встретил ребят из Musmania. Они закупили несколько рекордеров для своего проекта и записи на природе, а это одна из сильных сторон Zoom H5. Качественный звук не только в помещении, но за его пределами. Но по какой-то причине проект отложили и я попал на распродажу. Спасибо, ребята, я рад знакомству и приобретению. Я пока не буду делать обзор H5, так как только сегодня его получил, но обещаю сделать это после некоторого времени эксплуатации. Сегодня я использую Zoom H1N и полностью доволен, но уверен, H5 не разочарует. Впрочем, обзоров достаточно много в сети. Особенно меня вдохновляет Майк Делгадио, YouTube-канал Booth Junkie. Вы найдете там много всего интересного. Но мне не терпится открыть коробку. Давайте посмотрим, что там внутри. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я пишу сейчас на свой стандартный аудиоинтерфейс. Я буду использовать эту петличку для того, чтобы мы могли проверить качество звука. Мы откроем долгожданную коробку. Итак, у нас здесь инструкция по Zoom. А также внутри есть лицензия на два софтверных продукта, которая поставляется вместе с Zoom. Мы можем это найти здесь. Это Cubase.ly и WaveLab. Freebound software. Подфильтр еще запечатанный. USB кабель. И батарейки. Зум хранится в специальном корпусе, которым мы можем использовать для транспортировки. Соответственно, вот так он выглядит. Здесь мануальное управление каналами. Запись микрофона встроенного. Запись с двух XLR входов. Также мы используем дополнительную память. И у нас меняемая головка. Соответственно, мы можем использовать разные насадки для Zoom. Zoom питается от двух пальчиковых батареек. И в принципе... Давайте вставим. Какие основные функции? Какие фич сет? 24 бита, 96к аудио. 2 XLR TRS input. Индивидуальное управление громкостью. Компрессор. 4.2 USB аудиоинтерфейса. 15 часов от двух батареек. И соответственно, что у нас входит в комплект. Также нам понадобится карта на 32 гигабайта. Zoom не поддерживает карты 64 гигабайта. Соответственно, они уже давно не апдейтили эту версию. Потому что она себя зарекомендовала как надежная. Не знаю, можно было бы и апдейтиться. Отлично. 1, 2, 3. Включены левый, правый канал. Вот этих микрофонов. Они направлены как 90 градусный угол. Соответственно, запись может проводиться со всех сторон. Но мы будем использовать XLR микрофон. Что самое интересное, что я не включил громкость. Ну, отлично. Сейчас мы пишем на второй вход Zoom H5. И мы можем проверить насколько изменился звук. Соответственно, запись может быть в разные файлы, разные дорожки. И разное оборудование, которое подключено в Zoom, может писаться отдельно. Это очень помогает нам на постпродакшене. Также мы можем мониторить отдельными мониторинг наушниками. Питание может быть как от встроенных батареек, так и от USB. Соответственно, регуляторы, выход, если мы его и будем использовать как аудио интерфейс. Итак, друзья. Я подключил свой основной микрофон через XLR кабель. Что интересно, я переключил свой микрофон в Zoom и использую его как аудио интерфейс. И когда я поворачивал его, я нажал кнопку меню и он подвис. Он полностью завис, он даже не реагирует на кнопку питания. Очень интересно. Хорошо, я его дерну по питанию и попробую восстановить. Я его включаю. Он ищет CD-карту. Он показывает мне меню. Выбрать его как CD-карт-ридер или аудио интерфейс. Я выбираю аудио интерфейс. Здесь есть специальный рычажок. Он как клавиша также используется. Я ему говорю использовать аудио интерфейс, multitrack и питание взять от Mac. Ок. Я переключу микрофон. Так, и сейчас мы уже на Zoom H5 как аудио интерфейс. Что было интересно, давайте попробуем воспроизвести. Я еще раз нажму нечаянно кнопку меню и посмотрим, все зависнет или нет. Я нажал еще раз и он вышел из меню, но перед этим звук пропал. Соответственно, нужно быть аккуратным с этой кнопкой меню. Очень интересно, будем знать. Ок. Anyway. Я проведу некоторое время, используя Zoom как аудио интерфейс. И позже расскажу, как он в эксплуатации. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, следите за анонсами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok